Всем привет! Я очень рада, что смогла заинтересовать вас своим видео. Меня зовут Надя, и я решила вести свой YouTube-канал, и в первую очередь я решила сделать влог, свой творческий влог. Я занимаюсь скраббукингом уже больше трёх лет, и так как скраббукинг — это довольно обширное хобби, я занимаюсь именно изготовлением оформленных фотоальбомов, таких красивых, сложных и прекрасных. И ещё с недавнего времени я начала делать фоторамки. Как я узнала о скраббе, и как вообще всё у меня началось? Узнала я, когда ещё училась где-то на втором курсе бакалавриата. Это был где-то предновогодний вся эта суматоха. И, в общем, мы договорились с друзьями праздновать Новый год за несколько дней до Нового года, собраться, посидеть. И мне нужно было что-то придумать, дарить. Я проходила все магазины, у нас небольшой город. Я прошла все магазины, посмотрела, что можно. Мне не хотелось дарить какие-то обычные подарки, типа кружек, свечей и так далее. Всего вот этого, то, что дарят постоянно, и всё это у нас хламится, пылится и занимает место. Вот, и мне самой пришла идея, что сделать открыточки, и в эти открыточки, значит, сделать такие секретики, куда я положила своим подружкам цепочку с первой буквы их имени. Вот, и эти мешочки такие ювелирные, маленькие же, знаете. Вот, их нужно было прикрепить к открытке. Я полезла в интернет, смотреть, как, в общем, можно сделать, открыть ювелирную работу. Там, конечно, были детские, всякие поделки, которые делают в садике. Но наткнулась и на красивые открытки, именно в стиле скрапбукинг. И в то же время я как раз наткнулась на это слово в одном из канцелярских магазинов, и увидела набор по созданию открыток в стиле скрапбукинга. Вот, я купила этот набор, сделала открытки, они были, конечно, кошмарные. Если получится, я прикреплю фотографии, но не обещаю, я вообще первый раз снимаю такое видео. Я знаю, что можно прикреплять картинку к видео, и делала это. Я, кстати, снимаю рилс и вертикальные видео, я снимаю очень много. Вот, и с чего я начала? А, насчет картинок. Не обещаю прикрепить, но постараюсь. В общем, я сделала эти первые открытки, и как-то забросила это все. Я забыла, потому что начался четвертый курс, потом дальше. Был выпускной, дипломная, практики, и вообще было не до творчества, не до хобби. И это забросила. Ну, после того, как я получила диплом, у меня образовалась куча еще свободного времени, и я вспомнила про вообще творчество. Творчество вообще со мной было с шести лет. Я занималась... Ну, как занималась, это было просто мое хобби, которое я любила, тратить на него все свое время. Это была вышивка крестиком. У меня есть несколько картинок. После получения диплома, после лета, я начала заниматься скрапом просто для себя, делать какие-то подарки. И первое, это, конечно, были цветы, какие-то непонятные некридисты из фоамирана. Потом была еще пара открыток. Кстати, первые открытки, которые я делала, были без основы, просто вырезанный квадратик из скрап бумаги, и на нем просто декор без чего, без всего, без подписи, ничего не открывает. Просто вот такой красивый квадратик. Вот я делала открытки, шоколадницы, даже один magic box. И потом я как-то пошла в кафе с подругой, и она мне сказала, что, ты знаешь, существуют такие вот альбомы красивые. Я видела, как открытки ты делаешь, но это фотоальбомы. Я говорю, да, я знаю. Я тоже видела, но я боюсь такое создавать, вдруг мне ничего не получится. И она сказала, ну, попробуй, может что-нибудь и получится. И я посмотрела, наверное, три мастер-класса разных на ютубе, бесплатных. И, в общем, решилась. И у нас как раз, кстати, мне повезло, у нас открылся магазин для хобби и творчества. И я там закупилась с пивным картоном, скрап бумагой, первым своим декором. Вот, знала я, что нужно все клеить на момент кристалла. У меня в первом альбоме все приклеили на момент кристалл абсолютно. Вот, и, в общем, я закупилась и сделала этот альбом. И как раз я продала его подруге сразу где-то за, ну, за себестоимость. Я заработала, ничего не взяла. Просто посчитала, сколько я потратила материала. И она отдала мне денежку. За этот материал я отдала ей готовый альбом. Вот, альбом ей нужен был. У нее была свадьба у тети. Она попросила меня сделать, и, в общем-то, как раз она и послужила тем толчком, что я начала создавать альбомы. Значит, я продолжала делать и альбомы, и шоколадницы, и открытки, и папки, и блокноты, и вообще все, что есть в скрабукинге. Но потом я решила выбрать какое-то одно направление, потому что всем заниматься это просто нереально. Скрабукинг очень обширное творчество. И я выбрала оформленные фотоальбомы. Почему? Да, блокноты, планеры там меньше материала, меньше времени, и меньше вообще всего затрачивается. Оформленные альбомы это сложно, долго и дорого. Это факт. Ну, почему я выбрала их? Потому что я обожаю все красивое, многослойное, сложное. Я вообще сложный человек. Я люблю, когда все что-то сложно. Какие-то секретики, открывашки, все так что-то откуда-то выставляется, открывается. Мне это очень безумно нравится. И я занимаюсь именно фотоальбомами. Ну, и фоторамками с недавних пор. Вот. И что там дальше? У меня есть заметочки, чтобы ничего не упустить. Ага. Почему я сейчас в YouTube? Я решила выйти в YouTube, потому что у меня просто масса видеоконтента. Я снимаю видео, я снимаю, как уже говорила, Reels. Я снимаю в Яндекс.Дзен. Я снимала раньше в ТикТок. И, кстати, в ТикТоке у меня не только скраб, но еще и вышивка крестиком. У меня даже одно видео залетело на миллион. Это был мой первый миллион. По-моему, там уже даже два миллиона, если я не ошибаюсь. Я давно уже не заходила в ТикТок. Вот. И теперь... А, ВКонтакте у меня еще группы есть. Если получится, я опять же ничего не обещаю. Первый раз это все буду делать. Если получится, прикреплю все ссылки внизу в видео на все свои соцсети. Вот. И сейчас я решила выйти в YouTube, потому что у меня масса видеоконтента. И в те соцсети, которые я перечислила, он уже просто не вмещается. У меня столько материала, что мне его жалко стирать. Я потому что, например, снимаю какой-нибудь процесс. Там, например, создание фоторамки. И там, например, у меня минут 10 набирает этого создания. Ну, даже в сторис, в рилс ты не сместишь 10 минут. Там максимум можно минуту снимать. И, в общем-то, вертикальные видео это у нас быстрый контент. Там 10 минут. Кто будет смотреть 10 минут рилс? Я не понимаю. Вот. И поэтому я решила выйти на YouTube, чтобы можно было снимать большие видео. Ну, для меня большие. Это максимум 30 минут. Но, наверное, это пока. Я не знаю, сколько вообще получится этот влог. Я, кстати, его снимаю только со вторника. В понедельник я набиралась храбрости. И будет он со вторника по, наверное, утро субботы. Потому что на входные мы всегда уезжаем в деревню. И там вообще никакого творчества, ничего. Там просто огород. И всё. Так. Почему YouTube я ответила? И последний вопрос. Это в каких соцсетях есть? Я тоже сказала. То есть я уже есть, можно сказать, везде. В Телеграме меня только нету. Потому что там как-то всё пока вообще непонятно. Что забыла? Прошу меня простить. Возможно, я слишком быстро говорю. Всё может сумбурно. Потому что я волнуюсь. Снимаю первый раз. Вообще не знаю, что из этого получится. Вот. И если у вас есть какие-то пожелания или комментарии, обязательно их оставляйте под видео. Я буду очень рада почитать и услышать ваше мнение. Я очень стараюсь подмечать всё, что мне говорят. И как бы не забываю про себя, да? Как мне удобно снимать. И всё это компоную. И исправляю некоторые косяки в видео. И пытаюсь сделать всё более красиво и более качественно. Так что не бойтесь. Не забывайте. Главное, я знаю, что многие забывают писать комментарии. И я сама из таких очень себя корю за этом. В общем, я буду рада вообще любому отзыву. И у меня уже кричит кот. Надо его выпускать. Итак, пока солнышко я записываю самую первую часть. Не знаю, что из этого получится. Но в общем начнём. Что у меня сейчас на столе. Это фоторамки. Они будут для новогодних боксов. В общем, в чём была идея. Она пришла мне, пока я гуляла с котом. И в общем, идея заключается в том, что новогодние боксы будут не только от меня там изделия, а также от двух моих подруг. Мы вместе сгенерируемся. И будет лимитирована такая коллекция. И я специально для этого создаю такую тоже эксклюзивную коллекцию своих фоторамок. Большого размера 10х15 и поменьше 9х13 фотографий. И я буду делать первый раз фотографии вот на ножке. Они будут стоять. До этого я всегда делала только на магнитах. Покупала магнитный винил. И в общем, клеила его сзади. И можно было только на холодильник. Фотографию прикреплять. В общем, этот раз будет на ножки. И я нарезала уже все части. Вчера у меня на эту ушёл целый день. Подобрала все свои остаточки ткани. Очень довольна. Я ли как подобрала бумагу. Хочу сделать фоторамки в трёх цветах. Жёлто-коричневый. Это как раз тема психологии. Одна моя подруга, с которой мы решили как раз кооперироваться. Она занимается психологией. Потом следующий цвет. Это у нас будет жёлто-сиреневый. Потому что сиреневый я обожаю. Он сочетается жёлтым. И последний цвет ещё будет вот такое. Что-то наподобие синего-зелёного. Из чего, собственно, состоит это из основы. Сама фоторамка из пивного картона я буду делать. Потом ножку я решила сделать из переплётного. Нарезала. Потому что на неё будет всё упираться. И нужен плотный и хороший картон, который не будет гнуться. Дальше. Что, кстати, насчёт того, как я буду делать фоторамки. Я пересмотрела, наверное, штук 10 разных мастер-классов на ютубе. И сделала для себя более удобный вариант. То есть скомпоновала из всех этих мастер-классов свой вариант. Как мне будет удобно. И, значит, вот это будет задняя часть. Она будет вот так прикрепляться сюда по трем сторонам. А сбоку можно будет вставлять фотографию. В общем, вот так вот будет обклеиваться с одной стороны. Так, сейчас вот. С одной стороны будет ткань. И с этой я буду закрывать. Потому что здесь будет крепиться ножка. И будут торчать усики от братцев. Я вообще не хотела. Сначала ничем закрывать. Но когда поняла, что будут торчать усики, пришлось нарезать бумажку. И вот так будет закрывать усики. Надо будет очень хорошо разглаживать всё это, чтобы ничего не топорщилось. Вот нарезала не такую большую бумажку, потому что всё равно не будет видно за рамочкой. Вот пока, наверное, всё-всё-всё-хода. Всё сказала, что хотела. Заплетать немного язык, потому что я первый раз всё это делаю. Не знаю вообще. Даже я даже не знаю, как я буду монтировать. Потому что вряд ли мой телефон возьмёт минут 30, наверное, когда-то планирую влог. Вряд ли телефон возьмёт такое количество памяти. Такое количество гигабайт. Наверное, вот так будет правильно. Ладно, я первый раз. Простите меня. Ещё не знаю, как правильно говорить. Вот. И, в общем, нужно будет найти программу, где я это всё буду монтировать. Ещё надо будет на это времечко потратить. А сегодня что у меня в планах? Я хочу хотя бы обтянуть тканью заднюю часть и обтянуть эти ножки крафт-картоном. Вот потому что они все из разного картона. Но я обрезочки тоже все убирала свои. И они вот из разного картона. И отличаются даже по цвету. И немножко даже по толщине. И хочу обтянуть их крафт-картоном, чтобы всё было красивенько и одинаково. Вот. Надеюсь, я их всё не успею, потому что ещё куча щедел. Сегодня уже четверг. За вчера я успела, значит, по фоторамкам сделать, полностью их обтянуть. Это, во-первых. И, во-вторых, удалось обтянуть ещё и ножки. И сегодня с утра я ещё приклеила бумагу. И что у меня с этими ножками вообще случилось? Какая история? Как я планировала делать? Я хотела просто обтянуть крафт-картоном полностью с одной стороны. И за второй также сделать вот такую вот закрывашечку. Но у меня не получилось, так как ножка вот так же будет стоять и отгибаться. И получается с этой стороны всё нормально с бумагой. А с этой она бы лопалась. Как бы было бы ужасно некрасиво, если вот тут ещё нормально с этих сторон. Но вот тут бы на загибе всё было видно со временем. все эти махрушки. И вообще будет некрасиво. Вот. И пришлось вчера переделывать всё. И пересматривать. Нет, у меня ушло полчаса. Вот помощник пришёл тут. Да? Я вот вас не ждала тут, конечно. Ну ладно, надеюсь, он вам не помешает. Да, зайка? Так. И за сегодня что я хочу сделать? Это, во-первых, нужно доделать заднюю часть. Ниточки все вытянуть ещё. И сегодня я ещё приступлю к самим рамкам. Кстати, с утра тоже произошёл небольшой конфуз. У меня всего 10 фоторамок будет. Не трогай телефон. Всего будет 10 фоторамок. 5 больших и 5 поменьше. И сегодня с утра, когда вытаскивала их из-под пресса, она начекала под пресс, чтобы они немного выправились. И, в общем, я знала, что из-за грунта они могут прилипнуть. И прокладывала их целлофаном. Ну вот этими пакетиками, которые от скраб бумаги остаются, я их не выкидываю, бережно складываю и проложила, значит. И две фоторамки немножко вот так зацепился край. И они не расклеились. Пришлось одну фоторамку полностью выкинуть. К сожалению, она просто треснула вот так пополам. Разорвалась вся, потому что они из пивного картона. И, ну, знаем, что пивной картон, он не очень плотный, как переплётный. И пришлось всё выбросить и переделать заново. Очень боялась, что мне не хватит грунта, потому что мне осталось совсем чуть-чуть. И у нас, кстати, в художественном магазине, когда меня подруга спрашивала, где я взяла грунт, я сказала, в обычном канцелярском или в нашем. Потому что у нас есть небольшой художественный маленький магазин. Я говорю, ну, там брала. Она сказала, объехала все, я не нашла. Не знаю, куда делся весь грунт. Но в следующий раз придётся мне или на ватбрис, или на зоне посмотреть, где есть грунт. Ну, в общем, надо будет этим заняться. Так что у меня ещё сегодня в планах. Сегодня мне нужно сходить в СДЭК. Он у нас переехал. Раньше был через дом от нас. Сейчас он уехал в центр. И мне придётся ехать на машине. Вот. Сначала хотела сходить пешком, но у нас сейчас стало очень холодно. Это во-первых. А во-вторых, мне со СДЭКа нужно забрать будет коробки. Коробки я заказала для фотоальбомов. Вообще, я специализируюсь на том, что я создаю оформленные фотоальбомы на заказ. И мне кончились к ним коробочки. И я заказала. Вот. Надо будет их забрать, собрать, посмотреть, всё ли там хорошо дошло. Вот. И, в общем-то, всё. А ещё мне, если придёт, ну, скорее всего, придёт уже сегодня, тоже заеду на ватбрис, заберу набор бумаги. У меня ещё новогодний. Тоже хочу кое-что. Сделать одну работу к Новому году. Вот. Я не очень люблю тему Нового года, но одну-две работы каждый год я делаю. Просто по вдохновению. И дарю потом родным или друзьям на подарки новогодние. В общем. Вот. В общем, пока сказала всё, что хотела. Итак, у нас сегодня четверг. И я снимала распаковку для рилс. Для... Почему для рилс, а не для ютуб? Потому что это особо нечего смотреть. Так как я заказала коробки, картон и совсем чуть-чуть бумажки. Вот. Сейчас вам покажу. Конечно, тоже быстренько. В общем, мне сейчас проходят розыгрыши в группе ВКонтакте. Я заказала коробки. Две для как раз альбомов, которые идут на розыгрыш. И в основном коробки для моих альбомов. Заказываю я, если что, вот. Опа, койка сайт называется. Но там очень дорогая доставка. Вот. У меня прям по 400 рублей до меня. И коробочки тоже не дешевенькие. Но для розыгрыша мне ничего не жалко. Так. В общем, вот заказала я где-то, наверное, штук 10 разных коробок. Особо там нечего смотреть. Коробки как коробки. Хорошие и плотные. Дальше я зашла на ватбрис. И забрала бумажку. Это 20 на 20 сантиметров. Арт-узор. Загадаешь желание. Ну, за 280 рублей, конечно, можно было 30 на 30. Но мне нужно было прям срочно. Это не заказ. Но мне очень сильно хотелось. Вот все из-за этого листа. Я обшарила все скрапы магазины вокруг меня. Ну, то есть, в самых крупных городах вокруг меня, я имею в виду. И искала листочек именно с числами. Новогодний. Да, чтобы делать адвент-календарь как раз. Я смотрела и Казань-экспресс, и Озон. И только на Ватбрис я нашла одну единственную коллекцию бумаги от Арт-узор. И то на 20 на 20 сантиметров. Ну, а золотое фольгирование. Кстати, никогда не брала бумагу золотым фольгированием. И сейчас посмотрим эту бумажку. Она односторонняя вся. Я посмотрела только, когда распаковывала для Рилс. Увидела только этот листочек. И, в общем-то, он мне был нужен. Вот. А дальше я не стала снимать для Рилс, потому что там все быстро. Вот. А тут сейчас вам все покажу. Итак, это у нас титульник. Можно сделать вырубку, а можно тут повырезать. Не понимаю, в принципе, всегда. Оп, упала. Не понимаю смысл золотого. Ну, вообще фольгирование. Потому что, если ты хочешь блеска, можешь сюда добавить бисера, блесток, пайеток. А так на самом бумаге, конечно, переплачивать за вот это. Мне просто очень нужно было листочек с чиселками. Вот. Тут такие олени. Потом снежинки. Ну, тут прям очень все блестит. Я не знаю. Если буду делать в любом том, это будет по великому вдохновению. Что-то вот похожее на... Как это называется-то? Бордюр. Да. Я не очень люблю бордюры. У меня не получается их использовать. Но я, наверное, буду использовать его как фоновый вообще-то. Скорее всего. Знаете, мне больше всего нравится в этих листах сзади то, что они такие текстурные. Мне это больше нравится, чем фольгирование. Не знаю, как вам. Ну, тут, мне кажется, красный. Вообще, вот на сайте вот такой красный был, да? И его видно тут, да? И как он отличается. Вот тут красный и тут красный. Как-то вообще вот. И здесь вот на этом листочке с числами, да? Вот красный различается. Я не понимаю, почему тут такой другой красный. Как будто низ этого набора. Дальше крафт опять. Все золотое, все блестит. Точечки. Вот. И крафтовые, и беленькие. Прям, ну, вообще-вообще. Мне кажется, новогодние конверты можно сделать. Но я не знаю, конверты я не делаю. Не вижу в них особого смысла. Ну, для кого как. Для меня вот я не вижу. Да. Точечки. И дальше, наверное... А нет, не повторяется. Вот этих елок еще не было. Елочки. Честно, я не знаю вообще, что. А бумаги, кстати, плотность. Ну, нормальную плотность, как обычно. Сколько тут написано? 200 грамм, да? Чувствуется, что они и 190. Прямо. Поплотнее немножко. Вот. Вот. Это тот красный. Вот. Опять же, да? Вот. Не из этого набора листов. Мне кажется, он лишний тут. Звездочки. Вот звездочки мне нравятся. Такие миленькие, прикольно. А горох, он прям вообще как-то рябит. Не знаю, мне рябит ужасно. Аж глазам больно. Открыточки. Вот открыточки, кстати. Прикольно. Я буду вкладывать куда-то родственникам в новогодние подарки. Это у меня уйдет точно. Дальше. Как это называется? Не помню, как называется этот узор. Ну, смотрите, какая текстура. Мне текстура нравится. Надеюсь, видно на камеру. Я вижу вот отсюда сейчас на телефоне. Не знаю, как будет на экране компьютера. Или откуда-то вы смотрите. И карточки в двух вариантах. Карточки тоже прикольно. Кстати, вот еще один. Тридцать один одна. Ну, можно выбрать. Вот. И они тоже у меня пойдут, скорее всего, на адвент. Потому что вот эти, особенно маленькие такие, мне нравятся. Вот подарок. Тоже, кстати, можно на упаковку новогодних подарков пустить. Кстати говоря. А это тоже можно вместо открыток. Вот эти три листа, да? И открытки у меня точно уйдут. Вот. Я знаю, что я вас не делать. А вот с этим... Не знаю. Надеюсь, оно мне не будет лежать. И вдохновение наступит. Вот, в общем, тут вообще 14 листов. Ну, 4 получается. Да. Четыре карточки. Тут 10 листов. Вообще полноценный, кстати. Альбом можно сделать. Без проблем. Так. Что дальше? Еще я заказывала. Значит, пополняла запасы картона. Пивной у меня еще есть. А вот с переплетом у меня вечно проблема. Я заказывал, значит, трех размеров. 30 на 30. Сейчас посмотрим, что там. 21 на 21 и 17 на 22. Делаю я вообще альбомы в четырех комплектациях. Премиум, люк, стандарт и эконом. В общем, вот это для премиум. Эти у меня 30 на 30 для премиум. 20 на 20 стандарт и люкс. А 17 на сколько я сказала? 22. 17 на 22. Это для эконома идет. Это для обложек все. Пивной у меня уже есть. Он еще не кончился. А переплетный как-то у меня, не знаю почему, как бы. Пивной мы используем больше. Он в страничках, да. А переплетный мы используем только на обложке. Но почему-то переплет у меня заканчивается намного быстрее. Дальше еще я заказывала корсток. На мой счет он немножко тонковат, но он мне нужен для вырубки. Для вырубки очень даже прекрасно подойдет. 5 рублей тем более. Цена вообще за такую цену просто грех было не взять. Я взяла в пяти цветах. Я брала шесть. Еще я брала розовый, но его не было в наличии. Ну, ничего страшного. Я взяла, значит, голубой и зеленый. Сиреневый, куда без сиреневого. Мой любимый цвет. Два голубых, кстати. Да, и кремовый. Вот такие цвета спокойные. Мне очень нравится. Если вот эти, может, куда-то пустить вообще без проблем. За сиреневый. Я просто коллекционирую все сиреневые. Обожаю сиреневый, фиолетовый, всех их оттенков. Мой любимый цвет вы часто будете видеть у меня во всех моих видео. И, в общем-то, по покупкам это все. А еще вот положили карточки всякие разные. Сейчас разложим. Кстати, я обещала для Рилс сделать фотографию, потому что на видео их не было видно. Сейчас я их как раз разложу и сфотографирую для Рилс. А вам ускорит процесс, чтобы не было скучно. В общем, вот такие карточки в основном на travel-тему. Есть пара для ученических. И, в принципе, карточки я люблю. Я их всегда вкладываю к заказам с пожеланиями или просто красивую карточку всегда приятно получить. Вот. И сейчас я расскажу, что я сделала за вчерашний вечер и сегодняшнее утро отчет по фоторамочкам. Я успела вчера, значит, полностью приделать ко всем ножки. Кстати, брат сказал, кто смотрел, спанчбоба или дети у вас смотрят, походит на домик Сквидварда. Он сказал, типа, вот глазки и нос у него такой. Не знаю. Вот. Сейчас покажу, как это все действует в конструкции. То есть, вот так отгибаться будет. И прекрасно рамочка будет стоять. В общем, приделы полностью ножки. И сегодня с утра я уже приклеила бумагу на заднике. И что я сделала на самих рамочках? Я нанесла, значит, приклеила чип, покрыла его грунтом, потом нанесла текстурную пасту с резист-эффектом и нанесла крокелюрную. Вот тут что-то его не видно. Сейчас найду, где видно. Вот. Фокус. Давай. О, вот, видно, понятно, темно. Все стало, ну ладно. Сейчас цвет включен. Мне что-то помогло. Вот. И еще сейчас как раз их собрала. Они у меня сохли. Я покрывала вот тут вот часть небольшую. На заднюю часть покрывала грунтом рамок. Потому что будет заметно. Сейчас покажу. То есть, вот так берем и будет вот так приклеиваться все это дело. Так, наоборот. Вот. Тут у меня покрашено грунтом, чтобы выемка была тоже красивая. Вот это будет вот так приклеиваться. А что сегодня еще я хочу? Покрасить все эти рамки. Вот. И-и-и-и-и-и добавить им боссинга. Вот. И завтра уже приступлю я как раз к оформлению непосредственно. Вот. Пока что это все на сегодня. Итак, новый день. Новая часть для влога. Сегодня у нас уже пятница. И за вчера я покрасила все рамочки. Сделала им боссинг. Забыла слово. М боссинг. И сегодня уже сделала для четырех рамок вот оформление. Еще, конечно, будут топинги. И все это будет приклеиваться к задней части. Я вам вчера показывала. Вот. значит четыре фоторамочки будут в таком цвете такой коричневый желтый потом сейчас две вот такие мятные какие-то и зелененькие не знаю но оба зелененькие кому как и 4 еще сиренево-желтенькие вот пока так все получилось в некоторых местах вот чепоток сделала просто его туда можно сказать грунтом склеила внутрь картона чтобы все хорошо держалась вот сегодня надеюсь я сделаю декор на всех рамочках и завтра у меня будут топинки останется добавить брызги может быть и и и и все вместе склеить это уже будет наверное утром в понедельник потому что выходные мы уезжаем в деревню вот что еще по моему больше ничего не делала вот пока пока все всем привет я хочу заснять последнюю часть своего недельного блога и сегодня у нас воскресенье до вчера я ничего не снимала потому что я уже говорила по моему были в деревне вот сегодня мы приехали и я закончила полностью фоторам очки вот они какие получились и все прекрасно они стоят держится сейчас я эту покажу вот так отгибается ножка и прекрасно они стоят держится все три еще у меня досыхать только что прямо закончила и что хотела сказать во первых я делала брызги и как-то их не очень заметны видимо очень хорошо я размешала краску ну ладно вот тут вот видно все равно что-то да есть я хотела что рассказать я хотела рассказать про краки и люр надеюсь и видно сейчас постараюсь фокус навести в общем мне очень понравилось это просто сейчас где нибудь вот может у это будет хорошо видно вот в общем еще будут наверно да не наверное будут фотографии в инстаграм и видео там видео создания рис будет вот я снимаю очень много рисов если что каждый день точно по одному выходит так что я хотела сказать про каракелюр раньше как я делала каракелюр у меня не было пасты я смешивала крахмал клей пва и и что еще крахмал клей пва и что-то еще и белую краску что потому что от клея же желт желтизна появляется и добавляла белую краску и тоже появлялись трещинки но они не держались и все это сыплась я наконец-то приобрела себе пасту это не совсем каракелюрная паста называется паста с эффектом трещина матовая от fractal paint и в общем то она мне понравилась но единственное что ее нужно наносить прям таким довольно жирненьким слоем чтобы появились трещины не знаю как у других пасты там вообще моя первая единственная паста вот дальше что я еще хотела сказать про вот эти вот камушки хотела вам показать тоже брала от fractal paint и у меня вот такие декоративные камушки так называются и у меня примовских не было так что я не могу сравнить но мне они очень нравятся они тверденькие и все в принципе хорошо держится ничего не отлетает вот у меня сколько три миллиметра и два миллиметра я брала и приклеивала сразу чтоб не было вопросов приклеиваю я все топинги на 3d гель от фабрики декору навсегда и пользуюсь еще покупала когда начинала заниматься вообще скрабом и до сих пор у меня она рабочая года 2 и точно есть вот когда периодически наливаю водичку и да наверно чтобы она засыхает и чтобы не совсем не засыхала как я даже не знаю на как стекле нет пришлось немножко даже выкинуть я отодрала там шпателем отдирала теперь наливаю водички и в принципе она сохраняет свою текстуру и все прекрасно клеит вот в общем то все на сегодня и вообще на этот блок и я очень рада если вам все понравилось обязательно оставляйте комментарии как вам вообще стоит ли мне снимать дальше что вы хотите кстати увидеть тоже пишите я еще думаю показать свое рабочее место хоть она у меня и не очень такое красиво у меня нет никаких-то красивых контейнеров полочек просто обычный стол и полки и коробки но в общем то могу показать если хотите вот что еще хочу показать свои первые изделия открытки вам тут наверное покажу если получится и свои первые изделия и еще те изделия где собственно мои фотографии хранятся то что я делал для себя да я сапожник с сапогами свои фотоальбом у меня тоже есть в общем что я сейчас доделаю фото рамочки сниму зажимы наверное уже все высохло и все я буду монтировать этот влог пытаться выкладывать его на youtube пока еще не знаю как это делается но в общем я надеюсь очень-очень надеюсь что все у меня получится спасибо вам за просмотр